всем приветствуем дмитрий михайлов вы на моем канале comment by сейчас я нахожусь на одном объекте заказчик ко мне обращался пару месяцев назад сейчас январь 2019 года и где-то в октябре месяце когда была самая нагрузка самый пик я считал дымоход этому человеку но его не устраивали сроки потому что на тот момент у меня запись была на 34 недели вперед и заказчик решил сделать дымоход все-таки обратился к людям которые могут сделать да сделали вот перед вами сейчас находится тот же дымоход который установили под камин под каминную топку вот этот профильный лист профильная шахта она была уже сделана то есть заказчик хотел чтобы как-то осталось и вовнутрь поставить трубу до сэндвич труба все окей хотелось конечно что было эстетично да но не с такой трубой сейчас труба на 70 сантиметров где-то выходит выше уровня грибка почему я вам сейчас объясню все идем вовнутрь и я вам покажу ошибки на которые надо обратить внимание но конечно если вы монтажник не делаете так сейчас перед вами каминная топка который в дальнейшем будет облицовываться смотрите система собрана классической сначала идет не утепленный участок трубы потом переход на сэндвич трубу и пошли дальше мы утепленной трубой все вопросов нет все окей все отлично но одно но здесь не установлен уровень уровень сместили я вам поднимусь выше покажу почему сместили и почему его не смогли выставить потому что трубу надо собирать снизу они сверху и и на этом объекте труба собиралась сверху и в итоге не могли подогнать и противопожарный узел сместили в сторону мы будем переделывать этот сегмент потому что мы будем дымоход собирать кардинально по-другому отличаться будет начальная труба во первых я вам все покажу все увидите система собрана вся по конденсату но она собрана вот в этом месте а вот здесь она собрана по дыму а это уже другая тема и я вам снова же сейчас видеокамеру переведу цвет нержавейка меняет да поэтому не волнуйтесь не бойтесь зависимости от того какая нержавейка используется 304 либо 430 у нее здесь разный оттенок у 309 310 свой оттенок 316 свой они все по оттенкам отличаются это нормально потому что реально здесь температуры 500 600 градусов это норма в зависимости от каминов 400 600 вот так труба это тисовская российского производства толщина металла 0 8 миллиметров ни в коем случае меньше не ставьте они экспериментируйте а сейчас идем я вам покажу все таки смотрите вот этот участок собран по дыму вы скажете это хорошо так собирали раньше когда все эти системы дымо удаления только зарождались только появлялись сейчас собираюсь надо этот сегмент по конденсат конденсат ваша задача отправить весь во внутрь топ если вы собираете нас одним образом нас одной дымоход это то есть нет прочистного кармана и на этом объекте вот этот систему собрали не по конденсату даже если у вас нет вот этой противокондиционной вставки про которые я говорю а кстати внизу ссылочку сделаю вы посмотрите то надо сделать значит переход переход из нержавейки который будет вставляться во внутрь вот этой топки и переходить на систему по конденсату то есть на 200 плюс вы должны понимать что это ваша это ваш камень вам им пользоваться и монтажником пользоваться и вы от него будете получать удовольствие а сейчас я вам переведу камеру немножко и увеличу смотрите почему я говорю систему по конденсату ведь этот потеки топка топилась и только пару раз вот эти вот потеки это так который появился вот на этом сегменте пойдемте поднимемся на второй этаж уровень нам придется выставить но видно что да он завален и это неправильно мы не сможем поставить систему дымоудаления нормально при таком уровне потому что противопожарный узел его уже закрепили он уже установлен и если мы его оставим то нас труба на втором этаже выскочит таким вот образом и будет уходить в сторону и покажу что мы будем делать сейчас как будем выходить из ситуации да но здесь кардинально все поменяем снова же подписаться на мой канал чтобы увидеть переделку чтобы увидеть какие ошибки не надо совершать сейчас я нахожусь на втором этаже это вернее мансардный этаж смотрите вон труба вышла в той стороне и пошла под углом 90 градусов сторону может быть 87 градусов я не знаю как тисовские элементы делают производители и ушла полтора метра горизонт и дальше же вертикаль как делать ни в коем случае нельзя а теперь про уровень который я говорил вам что будем делать будем убирать полностью трубу этот весь участок демонтируется и вон там где в том месте где она вышла сейчас она смотрит вот так мы ее выровняем нож нам надо будет делать углы под 45 градусов и входить между двумя стропильными досками по центру для этого мы поставим два угла 45 градусов но ни в коем случае вот так вот нельзя делать горизонтальный участок полтора метра запрещен можно делать до одного метра здесь положили вот эти полтора метр двадцать пяткой два угла 90 по сям в итоге полтора метра получается когда я был на улице он показывал что труба стоит высоко 700 миллиметров над общем грибком для чего это было сделано чтобы компенсирует этот горизонтальный участок это раз вот этот горизонтальный участок это место где будет ухудшаться тяга это место где будет собираться сажа и конечно здесь никаких прочистных карманов нету их здесь и не может быть в чердачных помещениях они запрещены ни в коем случае их не ставьте но если даже я давайте так бывает скажу если вы даже решили поставить прочистной карман на чердаке то обязательно ставьте датчик цо и пожарный извещатель это сто процентов все поэтому сейчас еще раз повторяю это к большой очень горизонтальный участок такие участки нельзя делать что мы будем делать мы сейчас демонтируем трубу я вам сказал мы поставим черную трубу дарка производителя мы выйдем наверх поставим два смещения 45 градусов и войдем на два шага раньше между стропильной системы аккуратненько войдем крепление поставим но это вы увидите в следующем видео и также мы здесь за полимере им трубу потому что заказчик все таки хочет чтобы эстетика не отставала и конечно то что сейчас это ну никакой красоты речи не идет я эту трубу увезу за полимерю и привезу через пару дней вот так это будет все с вами был дмитрий михайлов коммин бай подписан на мой канал заказывать у меня монтаж дома ходу всем хорошего настроения до новых встреч пока в следующий раз